Традиционная августовская конференция работников образования – хорошая возможность в преддверии нового учебного года сверить часы, обменяться опытом, обозначить задачи на будущее. Она прошла сегодня в ДКЧГУ. Профессиональное самоопределение детей и молодежи – приоритет государственной политики в Чувашской Республике. Именно под таким названием работала сегодня республиканская конференция. Более 900 человек, а это представители органов власти, местного самоуправления, образовательных учреждений и организаций, реализующих образовательные программы различных уровней, приняли участие в Большом августовском педсовете. Я считаю, что тема сегодняшней августовской конференции, она актуальна не только на сегодняшний день, она актуальна всегда. В частности, для каждого выпускника школы. Как говорят психологи, человек узнает сам себя к 25 годам, окончательно понимает, что ему интересно, какие у него способности. А выбирать приходится 18 лет. Поэтому этот период для каждой личности, для каждого нашего выпускника достаточно такой драматичный. И, безусловно, если его оставить без помощи, не думаю, что этот выбор будет правильным. Конечно, и школа, и семья очень важны, чтобы помогали детям узнать самих себя, а значит, определиться в будущей своей профессии. Нам есть чем гордиться. Последние пять лет в системе образования республики можно считать самой яркой страницей в летописи Чувашии, отметил министр образования и молодежной политики нашей республики. Одним из основных приоритетов государственной политики стало активное инвестирование в систему образования. Следующий приоритет – это обеспечение равных стартовых условий для всех дошкольников Чувашской республики. Начиная с 2010 года, кстати, мы, в отличие от других субъектов Российской Федерации, по инициативе Николая Васильевича, раньше приступили к этому процессу строительства детских садов. И создано за эти годы 20 тысяч дополнительных мест, 41 детский сад. Особое внимание, конечно же, уделяется развитию инновационного потенциала в системе образования. Ну, конечно же, самая главная ценность – это наши люди, наши педагоги, наши школы. Чувашия гордится школами, которые стали лучшими в рейтинге только 500 в России. В списке 200 лучших сельских школ сегодня 5 школ в Чувашской республике. Причем ряд учреждений попадает в этот список из года в год. Выставка лучших работ по итогам 4-го республиканского фестиваля научно-технического творчества молодежи «ХТТМ Чувашия» и республиканского фестиваля «Мир профессиональных возможностей» открылась перед началом пленарного заседания. На нашей площадке, вот Чебоксарской экономии и технологической колледжи, мы представили работы, связанные с технологией хлебопечения кондитерских и макаронных изделий. И показали, в том числе, что вот такие продукты или крупы, как полба, которые, как мы знаем, многие из нас любят, вот такие блюда из него можно печь. И причем крупа какого качества, какого производителя дает такое блюдо, какого качества. Это тоже оказывается важно. Электротехники, бухгалтеры, парикмахеры и кулинары. Кто только не представлял свои лучшие работы на выставке. Например, преподаватели и учащиеся Чебоксарского электромеханического колледжа показали вот такого механического друга человека. Была дана задача студентам сделать первый эксперимент по бионике, с чем они очень эффективно справились. Была поставлена задача сделать собаку, чтобы реагировала на руку хозяина, могла радоваться и злиться. Вот режим охран, допустим, смоделировать, чтобы могла охранять собаку. Попытаемся что-нибудь взять. Давайте. Видите, она начинает охранять. Всего лишь меняя давление, мы можем сделать режим радости. Можете подвести руку. Давайте, давайте. Ага. Куда подвести? Да, да, вот так. Ах! Она радует, видишь, как она скачет. Педагоги видят в учениках прежде всего личности. Яркие, думающие. Это очень важно, сказал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Я хочу поблагодарить уважаемого учителя вас за важную и нужную работу, за самоотверженный труд, профессионализм, за душевный подход, за то, что дарите детям свое тепло. Делитесь своей частичкой сердца, вкладывайте всю свою душу вместе с родителями, вместе с общественными организациями, для того, чтобы наши дети были умными, талантливыми, одаренными. Почетные грамоты и медали получили лучшие педагоги. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.